Книга открытым оком, 10 том, тема Святая Библия, вопрос 2372. Кто-то говорил писателям Библии, каким объемом должен был быть их труд, книга или послание? Или они сами решали, что следует донести до других, а что-то сокрыть и умолчать? «Нам, видимо, неравные книги дошли, и потому одни авторы считаются великими пророками, а другие – малыми, так же и среди апостолов», – отвечает Игнатий Тихон-Челапкин. «Многое не сохранилось, и об этом мы уже говорили на прошлых занятиях. Много евреев теряли по небрежности и по злоумышлениям». Иеремия 36.23 Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Кое-что из написанного они должны были спрятать, а кое о чем и не писать вообще. Так велел им Господь Бог. Третья ездра, четырнадцатая глава, шестой стих, сорок четвертый стих и сорок шестой по сорок восьмой стих. Зачитываю. Эти слова объяви, а прочие скрой. Написаны же были в сорок дней девяносто четыре книги. Всевышний сказал, первые, которые ты написал, положи открыто, чтобы могли читать и достойные, и недостойные. Но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума и источник мудрости и река знаний. Так я и сделал. Откровение, десятая глава, четвертый стих. Иеремия, тридцать восемь, четырнадцать. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию, пророка, к себе. При третьем входе в дом Господе не сказал царь Иеремии, я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего. Второзаконие 29.29. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим, до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. От нас многое сокрыто для нашей пользы, только дьявол и его служители говорят, что у них все ясно. Как у кришнаитов и католиков, Бог высмеивает таких. Иезекиилия 28.3. Вот ты, премудрий Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Даниил 12.9. И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрытые запечатаны слова сии до последнего времени. О том, что язычники будут иметь равные права в наследии Божьем, о том и пророки не могли ясно выражаться. Колоссянам 1.26. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Матфея 13.17. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Мы можем совершенно определенно говорить об объеме книг на русском языке в синодальном переводе 1876 года. Мне тоже хотелось узнать размер книг Библии. Сел и посчитал, и вот что получилось. Статистику по Библии вы можете прослушать на 2286 вопросе стихотворения. Олимпийские награды достаются, сильным, устремленным, ловким и бесстрашным. У промазавших потоком слезы льются, что медали приплывут не к нашим. Чемпионом может стать блоха, перепрыгнет даже кенгуру. Им, зверью, медали и вороха, если бы в команду записали вдруг. Людям предназначено бежать. Поприще предложено осилить. Сбросить лишний жир с медалями пиджак. Дать душе своей расправить крылья. Через беды стройки перевалы. Через жар страстей безводную пустыню. Цель достичь во что бы то ни стало. Духом пламенеть и не остынуть. Из молитвы и поста всегда диета. Ноги в благовестии обуты. В милосердие душа тогда одета. На женитьбу смотрят, как на путы. Выстрелы в мишени по грехам. Обличение точное и с любовью. И не бабочкой по пестикам порхать. По чужим отбросам и помойкам. Горе ослабевшему в пути. Ревность утопившим в теплохладность. Им к отчизне вечной не дойти. Вместо щедрости начаствует здесь жадность. Первенство мужья не уступайте. И на равенство с женой не соглашайтесь. Миф о равенстве есть дьявольская байка. Ложь его всегдашняя. К погибели лошадка. Наше первородство от Христа. Нужно подтвердить его делами. Что упущено, немедленно верстать. Проповедниками стать его орлами. 2004 год. Игнатий Тихнич Лапкин.